Митрополит Челябинский Мяский Алексей посетил храм святого мученика Иоанна Воина в Челябинске. Подробнее об архиерийской службе в строящемся храме расскажут наши коллеги. Пирожки и трубочки со сгущенкой встречают прихожан во дворе храма святого Иоанна Воина. Сладости пекут местные кулинары. При храме открыта своя пекарня. Мы пекем булочки, выпекаем булочки, пирожные, тортики. У нас люди берут, прихожане у нас берут с удовольствием их. У нас продукция очень хорошая. Все вроде бы как довольны продукцией. Вырученные с продажи деньги идут на благоустройство храма. Он строится 8 лет на северо-западе Челябинска. В день мученика Иоанна Воина отмечает престольный праздник. Божественную литургию возглавил митрополит Челябинский и Мяский Алексей. Храм Иоанна Воина просторный и очень высокий. Купол возносится далеко вверх. Бетонные колонны, кирпичи с именами благотворителей. Работы по обустройству предстоит еще много. Наш храм строится с 2013 года, основной храм. И на данный момент мы находимся на такой стадии, что мы будем делать кровлю храма. Сейчас покрывается барабан штукатуркой, и после этого делается кровля храма. Работы еще много, потому что нужно отштукатурить фасад наружный, нужно внутри все отштукатурить. Поэтому работы еще достаточно. Многолетние труды настоятеля отметил митрополит Алексей. За богослужением иерея Павла Курбатова владыка наградил правом ношения наперстного креста золотого цвета. Отец Павел строит храм и одновременно создает дружную православную общину. Работает воскресная школа. Дети и взрослые занимаются в кружках и секциях. Социальная служба помогает нуждающимся, пенсионерам, многодетным семьям. Раздает продукты, лекарства и одежду. Планирует открыть благотворительную столовую. Есть свои сестры милосердия. Сейчас мы ходим в палеоативное отделение 5-й городской больницы, которая на Чегрессе. Мы там больные очень тяжелые, лежачие. То есть можно сказать, это хоспис. Люди, которые находятся уже на границе между жизнью и смертью. Многие, конечно, после святых таинств даже были такие чудеса, которые уходили домой, вставали на всю волю Божию. Славится храм Иоанна Воина и школы колокольного звона. Занятие для всех желающих проводит Андрей Васильевич Курбатов. Ученики разлетаются по разным приходам Челябинской области. Мы здесь с самого начала, потому что это у нас как бы семейное. Мы начинали, конечно, с маленького вагонечка. И вот как ни странно, мы начинали буквально с колоколов. Потому что первое большое пожертвование, которое было где-то около 50 тысяч, самое большое. И на это пожертвование купили колокола. И сразу стали звонить. И о том, что мы начали звонить, люди узнали, что здесь строится храм. И после этого стали приходить в храм, потому что как бы все ходили вокруг стройки, не понимая, что здесь происходит. Владыка Алексей в проповеди подчеркнул мученический подвиг святого Иоанна Воина, его верность и ревностное служение Христу. Это должно стать примером и для нас, отметил правящий архиерей. Мы должны ответственно относиться к тем делам, которыми нам призывает Господь. Нам Господь каждому дает талант, нам Господь каждому дает какое-то свое умение, нам Господь каждому дает какое-то свое место в этой жизни. И вот этот талант, это умение мы должны, конечно же, развить и приукрасить. Чтобы совершать дела, совершать дела для Бога, совершать дела для спасения своей души и совершать дела, показывая нашу христианскую любовь к ближнему. Святому Иоанну Воину пропели величание. Владыка прочитал молитву мученику, после чего окропил верующих освященной водой и преподал крест. На выходе из храма прихожан встречали музыкой и угощением, раздавали кашу по фирменному рецепту под названием «Иоанновская». А малышам рассказали о ратных подвигах русских воинов.